13.05 в Кирове на 101.fm программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сидит наш эксперт, секретарь Кировского регионального отделения политической партии «Гражданская платформа», экономист Михаил Шевелёв. Михаил, добрый день. Добрый день, Юлия. Да, и журналист, я ещё запомнила сказать, экономический журналист. Я знал немножко такой статус. Да, я пишу, но назвать себя большим словом журналист, ну, наверное, это очень ответственно. Хотя книжка и учебник я прочитал. Миша, скажи, где ты получал высшее образование? В Вязкое государственное и сельскохозяйственное академия. Это моё первое образование. Экономическое? Да, экономист, бухгалтер. Второе образование я получил недавно, это я доконсул магистратуры, но тоже это экономика и, в принципе, направление бухгалтерского учёта. У меня единственное, что я могу сказать, что я более-менее хорошо знаю, это экономику, бухгалтерский учёт, ну, в общем-то, как учитываются деньги. Это очень хорошо, потому что у меня много экономических тем сегодня. Но к чему я спросила, где ты учился? К теме про объединение ВЯТГУ и ВЯТГГУ. Очень много об этом говорили на минувшей неделе, собственно, эта тема живёт с 2011 года, и вот она пришла к своему логическому завершению, два вуза всё-таки объединяют. Как ты к этому относишься? Юля, я честно скажу, я отношусь к этому как к объединению колхозов. Вы знаете, вот ещё со времён объединения колхозов, да? Не знаю, к сожалению. Ну, по крайней мере, из курса истории, из курса тех выводов, которые были сделаны, да, было принято, ну, скажем, некоторые такие выводы, которые были в 80-е годы, да, когда учился, там, в начале 90-х, что вот это вот укрепление колхозов, оно не сыграло положительную роль по многим причинам. По причинам того, что, ну, произошло, скажем, как правило, там, слабых присоединяли к сильным, старались как бы это укрепить, укрепить, что ли, за счёт предоставления больших ресурсов более, скажем так, сильному хозяйству. Но, как правило, это всегда приводило к тому, что слабый сильного не укреплял, а скорее, ну, скажем, создавал атмосферу, когда за счёт сильного начинали жить слабые. А кто в этой цепочке слабый, кто сильный? Ну, давайте дойдём до институтов. Хорошо, давай дойдём до институтов. Нет, это вот момент первый, который, вот я помню, с объединением таким крупным в нашей стране. То есть у нас, когда стали, опять же, в связи с тем, что нужна экономия, нужна, ну, скажем так, эффект масштаба. Я считаю, что вот этот вот элемент, эффект масштаба, который заложен в учебную программу по экономике, и он является, наверное, самым сильным, я сейчас как учитель по экономике говорю, то есть я представляю, он очень чётко обоснован, своевременно обоснован, и он очень серьёзно сидит в нашем сознании у всех, кто когда-либо как-то изучал экономику. И вот этот эффект масштаба, он играет с нами в достаточно серьёзную злую шутку на сегодняшний день, потому что мы практически уверены, впитали сознаниями, что увеличивая, мы автоматически экономим. При этом мы, ну, как бы, вопросы, например, управления, вопросы, например, маневренности, мобильности, вопросы оперативного реагирования на запросы, например, рынка, там, сложившейся, там, климатической ситуации, ну, и прочих-прочих моментов, они в этом случае не учитываются. И вот здесь вот я считаю, что объединение, у нас же параллельно идёт объединение, там, например, сельских поселений укрупнения, да, вот там много сельских поселений укрупняют в одно. Это к чему приводит? К тому, что сужается место принятия решения. Территория становится больше, ну, и здесь тоже получится так, что количество студентов больше, количество, скажем так, факультетов, кафедр, оно увеличится, и вот эта вот пирамида, она становится более громоздкой. И с точки зрения управления, я однозначно считаю, что университеты не выигрывают. Сейчас там есть два очень квалифицированных, очень ярких, я бы сказал, и очень грамотных управленца, что в... То есть и Валерий Теодорович, и Электр Пугач, собственно говоря, да, Валентин, они очень, ну, по-своему, каждый там выстраивает достаточно грамотную политику своих университетов. Сейчас получится, ну, кто-то, кто будет новый, он будет формировать свою политику вот на этот, я бы сказал, ну, чудовищный мост, потому что там и будет, я полагаю, что несколько десятков тысяч, ну, людей, которые будут вовлечены в деятельность этого университета. Вот этим всем управлять эффективно, ну, эффективно тоже, может, слово не совсем то, но достигая тех целей для нашей экономики, которые, ну, на сегодняшний день в качестве вызовов стоят перед нами, будет крайне тяжело. Я предполагаю, что я, ну, более-менее понимаю, зачем это делается, да, то есть... Но, на мой взгляд, с точки зрения вот долгосрочного эффекта, с точки зрения, может быть, усиления, усиления нашей страны, ну, так, в том числе человеческим кадром, то есть человеческим потенциалом, это неправильное решение. Ты сказал, что понимаешь, зачем это делается, то есть за эффектом масштаба это делается, за оптимизацией, за экономией. Но я считаю, что это делается для того, чтобы создать более, скажем, такую управляемую государственную структуру корпораций, возможно, она будет названа потом корпорацией, оказывающие образовательные услуги населению. Вы представляете, да? То есть это некая госкорпорация, которая будет оказывать стандартные образовательные услуги всему населению Российской Федерации. Для этого, естественно, необходимо укрупнение, чёткое подчинение, чёткие ведомства. Я думаю, что в этом... Министерство образования тоже станет госкорпорацией? Я имею в виду сейчас федеральные... Я очень переживаю, по крайней мере, с точки зрения анализа тех документов, законов, которые сегодня существуют, да, у нас уже образовательной деятельности нет. У нас есть оказание образовательных услуг, да. Предоставление образовательных услуг предполагает, естественно, введение стандартов услуг, предполагает введение, ну, определенной стандартизации платы за то, какие услуги получают, да, предполагает получение неких стандартных компетенций, которым должен обладать человек. Но с точки зрения образования, формирования образов, навыков, там, деятельности научной, это немножко, ну, другое, скажем так. То есть я помню, когда анализировал этот вопрос, помню, что в 20-х годах прошлого века страна стояла перед выбором, то есть у нас учить, скажем так, развивать более фундаментальную науку и готовить инженеров, либо формировать более, скажем так, управленческую науку и формировать управленцев, ну, которые, собственно говоря, там, более гуманитарными знаниями обладают. И тогда выбрали, что нам необходимо формировать инженеров, потому что из инженера можно сформировать управленцев. Вот, на мой взгляд, сейчас кардинально меняются ситуации, когда у нас формируют людей с определенными компетенциями, которые могли бы управлять вот внутри определенной цепочки, а инженеров у нас будет меньше, потому что для того, чтобы быть квалифицированным, качественным инженером, необходимо образование. То есть образы должны быть из разных сфер, там, из космической, из математики, из физики, из географии, из биологии, из химии. То есть человек, который инженер, он должен всем этим вещами владеть. А уже вопросы гуманитарных, философских, ну, как бы, и философии в том числе, конечно, это самое. Но вопросы более такого, скажем, гуманитарного содержания, они человеку думающего, они всем присущи. Вот, а сейчас у нас вот, ну, вот эти вот изменения, которые происходят, вот честно скажу, они мне не по душе. Из твоих слов, Миш, я делаю вывод, что качество образования упадет после объединения. Оно уже падает достаточно серьезно. Оно падает в принципе? Оно падает в принципе, объективно падает. То есть оно связано со многими абсолютно вещами. Ну, я считаю, что прежде всего связано с тем, что сейчас, оказывая услуги, как бы человек не учился, да, то есть раньше, вот в наше время, вылететь было легко. Ну, то есть и принцип высшее образование не обязательно, очень безэтажная работа. Не хочешь учиться, иди работай. Ну, как бы, да, да. То есть и стремление, чтобы быть образованным человеком, оно присутствовало, ну, гораздо в большей степени. Сейчас ты не хочешь учиться, но ты заплатил, то что тебя выгонится. Ты формируешь материальную базу для того, чтобы университет существовал. И, соответственно, ты платишь деньги, и ты получаешь услугу. Кто из тебя получится, это уже оценит совершенно другой институт. То есть рынок оценит. Когда ты сравнивал, ну, точнее, ты начал с объединения двух колхозов, да, и сказал, что когда более слабый колхоз присоединяют к более сильному колхозу, то ничего хорошего не получается, и сильный колхоз тянут вниз. А кого из, который из двух университетов ты считаешь слабым колхозом? Я здесь считаю, что здесь не вопрос силы и слабости, да, то есть здесь есть вопрос ядра. Здесь, понимаете, смешиваются инженерные мысли, политехнические мысли, его всегда называем политех, да. Ну, политех. Политех, это политех, он силён тем, что здесь есть политехнические, ну, скажем так, науки. То есть много технических наук, да. То есть у нас там кластеры созданы, у нас очень серьёзные факультеты, очень сильно зарекомендовавшие себя за последнее время, это ФАФ, это инженерно-строительная факультета. Это машиностроительные. Это химические. То есть строители, то есть химики, да. Ну, мы понимаем, что в политехе традиционно сильны технические специалисты. Мы точно так же с вами понимаем, чем сильны, например, у нас вязкий гуманитарный государственный университет. Правильно? То есть он очень силён, как минимум тем, и пока это ещё не растрачено, я вот точно могу сказать, да, направлениями, связанными с философией, направлениями, связанными с подготовкой педагогов, с направлениями, связанными, ну, я учился, я могу сказать, что экономика тоже достаточно сильная, преподавательский состав, который, ну, весьма уверенно и сильно, и с точки зрения практиков даёт, ну, тот материал, который существует, да. Иностранные языки. Вот, это вот бренды, каждого из этих девчат мы хотим смешать. Иностранный язык с химией. Наверное, это хорошо. Ну, наверное, теоретически это хорошо. Но чтобы это было по-настоящему хорошо, нужно менять, не просто объединяя, там, ну, механически, да, а нужно создавать какие-то совершенно новые гуманитарные формы, я сейчас про них не готов говорить, да, но они точно существуют в мире, когда бы у нас появились совершенно, возможно, новые профессии. Вот сейчас есть атлас новых профессий, которые агентство стратегических инициатив разработало. То есть, вот если они будут учить по этому атласу новых профессий, тогда я просто буду преклоняться перед теми людьми, кто задумал это объединение. Про это я не слышал ничего. Я допускаю, что основной лозунг, который сегодня есть, мы сэкономим, мы укрупним, будет больше ресурсная база, мы будем больше соответствовать тем безумным требованиям по аккредитации, которые существуют, да, то есть, у нас эффективный вуз, неэффективный, это вообще непонятно, при том, что там, конечно, анализируется, наверное, трудоустройство, но вот мы же с вами закончили университеты, то есть, кто-то еще закончил, вот выпускников-то так, по большому счету, никто не оценивает. Оценивают по площадям, оценивают по ресурсной базе, как правило, оценивают по количеству, там, докторов наук. Ну, на самом деле, для меня эти критерии оценки загадкой, я ни разу их не видела. Ну, это, помните, скандалы там были, да, буст, призн, неэффективный. Неэффективный. Вот сейчас для меня Олег Прохоренко написал, да, колонку, посвященную тому, что Вятская государственная, сельскохозяйственная академия, да, ну вот, экономический факультет призн, не профиль. Нет, неэффективный. Ну, нет, он не пришел в аккредитацию, я там не буду. Я сейчас найду в интернете. Ну, нам это не суть важна, но для меня, понимаете, когда я шел, у меня выбора не было, куда поступать. Из любимых предметов у меня была математика, то есть я знал, что я математику люблю, и я готов с ней связывать свою жизнь. Из тех перечня профессий, которые существуют, да, экономист, ну, наиболее подходящий. Из тех факультетов, которые существовали на момент, когда я поступал, было только два в политехе и в сельхозе. Но в политехе он только-только образовался, а в сельхозе он уже существовал более, там, 20 лет. Вариантов у меня просто не было. То есть я шел туда, а там, где традиционно сильная база преподавания, ну, не мне вам объяснять, что это, ну, залог того, что знания даются в той последовательности теми преподавателями, с теми правилами, там, и, как бы, формами передачи материала, да, которые уже зарекомендовали себя, которые, ну, можно спросить, вот видно, кто это закончил. И я честно скажу, что у меня очень классное образование. То есть даже по современным меркам, спустя, там, 25 лет, я могу сказать, что я закончил одну из самых сильных, как бы, факультетов, это экономических факультетов. Вот по поводу Олега Прохоренко, он написал колонку по поводу объединения двух вузов, педа и политеха. Уж простите, что я так по старинке их называю. Я сейчас процитирую. Олег пишет. Мне бы хотелось заглянуть в недалекое будущее, лет так на 10 вперед, как раз когда поколению моих детей нужно будет где-то учиться и части из них в вузах. А будет то же самое, что вчера было с детскими садами, сегодня со школами. Университетов не хватит для всех. Миш, ты согласен с этим? Я бы не хотел заглянуть через 10 лет. Ну, потому что Олег говорит очень правильные вещи, потому что смотреть туда страшно. То, что сейчас происходит в системе образования в целом, понимаете, происходит самое страшное, что может случиться, когда бумага, отчет, некая там, ну, там, журнал, не журнал, но бумага важнее человека. Вот это, на мой взгляд, самое страшное, что происходит. Это происходит в системе образования, в системе здравоохранения, в системе культуры. Да, сплошь и ряд. Да, везде, да. Вот я между собраниями у вас, да, то есть по проекту поддержки местных книг, там бумага, это просто, вот, потому что они точно знают, без любого бумажки, как бы, встреча с прокуратурой, она не очень хороша. Выбор между прокуратурой и качественным образованием, он, ну, достаточно очевиден для каждого человека, который хочет получать завтра свою зарплату и, собственно говоря, работает. Вот. Поэтому я, скажем так, не буду так пессимистичен, как Олег, потому что, всё-таки, надеюсь, что люди, которые, у меня в своё время друг пошутил, казалось, что, видимо, нам самим придётся учить своих детей. Вот. В этом плане я очень надеюсь, у меня ещё есть надежда, в том плане, что всё изменится, всё каким-то образом повернётся, и мы будем вновь создавать или воссоздавать, там, гимназии с теми принципами, которые были заложены, там, 150 лет назад, но в новых формах, скажем так, да. Университеты, которые будут, с одной стороны, возможно, частными, но, с другой стороны, будут нацелены на конкретные предприниматели, на конкретные сферы, в которых люди будут востребованы. Когда люди будут выбирать профессию не по принципу, там, не пойти в армию, а по принципу, что я бы хотел связать свою жизнь вот с этим направлением, и эти знания я могу получить вот там. Я разговаривал недавно с одним иностранцем, он очень интересную вещь рассказал, когда есть в Англии институт, ну, такое достаточно некоммерческое, абсолютно, учреждение, негосударственное, вот, и в нём очередь на полтора года вперёд, чтобы записаться на лекции, на семинары, и люди вынуждены быть, кроме того, что они записаны, они ещё вынуждены быть членами вот этого вот, как бы, объединения, этого института, этой, там, ну, специальной некоммерческой организации, чтобы иметь возможность, вот, попасть к этим учителям, прослушать вот этот курс, получить вот эти вот знания. И это никак не связано с их профессией, то есть, условно говоря, они работать могут, там, столером, либо, там, менеджером где-нибудь, там, в футбольном клубе, но они идут и здесь занимаются, например, получают дополнительную квалификацию, связанную со знанием литературы. Представляете, вот, вот, как бы, образ тяги к знаниям, которые востребованы, которые они потом используют для себя, для своего роста, для своего развития, для своего будущего. Вот я почему-то очень, глядя на современную молодёжь, я понимаю, что вот эти вопросы, они очень много задают таких вопросов, вот, как развиваться, куда развиваться, куда идти. У них ум очень пытливый. Они, конечно, меньше смотрят, вот, на вопросы, там, может быть, новостей каких-то государственного управления, там, каких-то связанных, вот, с обустройством территорий. Но они очень чётко понимают, что я должен знать, уметь, как бы, делать, какие у меня должны быть навыки, чтобы я был успешен, чтобы я мог развиваться, чтобы мои дети могли, ну, как бы, ну, там, тоже, в свою очередь, там, посещать, там, лучшее учебное заведение, там, ну, и так далее. Вот этот запрос, он существует, а, соответственно, надежда есть, что и через 10 лет будут самые главные учителя. Я пользуюсь случаем, прошедшим праздником, поздравляю всех печатлений. Но, на мой взгляд, учитель, это как раз тот человек, который может передать знания. И независимо от системы образования, если учитель классный, он передаст знания. Если он по призванию учителя, он это и делает. По поводу вот сельхозакадемии, да, я обещала найти. ВУЗ не прошёл очередную госакредитацию по образовательным программам экономического профиля. Вот что произошло. Это мне знакомо. Я, на самом деле, сейчас предлагаю перейти к другой теме. Напомню, что это особое мнение Михаила Шевелёва. Миш, я думаю, ты вчера видел в интернете новость про наш новый торговый центр. Про наш Крым. Да, про наш Крым. Это торговый центр напротив филармонии, который хотят назвать Крым. Вот твоя первая реакция. Крым наш. Крым наш. Я вот с точки зрения, ну, скажем так, владельцем, да, ну, ведь все про это говорят, то есть представьте там, да, целый день. Ну, лучшего продвижения торгового центра я просто... Пролети день в Крыму. Видите, я представляю даже, как это было там, да, то есть есть специально обученные люди, вот они там сели, там, мозговой штурм. Нет, подожди, подожди. Вот портал Айкиров написал, что это было с подачи Олега Дарьяновича Валенчука. Ну, я вот не присутствовал при этом, поэтому... Я тоже не присутствовала, поэтому я сослалась на портал Айкиров. Просто владельцы, на мой взгляд, сегодня в разгар кризиса, в разгар падения торговли, в разгар, ну, собственно говоря, там, как у меня любят ребята шутить, сейчас самая модная федеральная сеть, знаете, какая? Какая? Аренда. То есть вот, самая модная федеральная сеть. Она присутствовала в каждом городе, в каждом поселке, в каждом населенном пункте. Вот. И, соответственно, в то время, когда эта сеть процветает, то нужно каким-то образом сформировать имидж. Как бы мы ни относились, Крым наш, не наш, как бы там ни относились к этому бронированию, оно попало в топы новостей. Про него многие прочитали, про него сказали по телевизору. Михаил, этот торговый центр попал в топы новостей задолго до того, как ему придумали потенциальное название. Но с той новостью, с которой он попал тогда, она никак не обеспечивала высокую проходимость этого торгового центра, чтобы сходить посмотреть, что такое Крым наш. А сейчас пойдут и посмотрят, надо в Крым сходить. В этом плане, с точки зрения пиарщиков, с точки зрения маркетологов, с точки зрения людей, которые занимаются продажами... А вот маркетологи, кстати, высказались. Что они сказали? Алексей Обжарин высказался на эту тему. Я сейчас, да, не гарантирую, что я передам дословно его комментарий, но суть, скажу, на портале город Киров. Он дал такой комментарий, что все-таки название торгового центра должно соответствовать той продукции, которую он продает. То есть если это товары крымские, которые мы везем из Крыма в Киров, тогда может быть. Но вообще, по большому счету, причем тут Крым, это первое. А второе, он сказал, что у торгового центра могут быть проблемы с официальной регистрацией этого названия, потому что все-таки, как-никак, Крым это полуостров. Да, там, оказывается... Субъект федерации, скорее. Оказывается, есть... Так, как он субъект федерации, нет, он не то, что полуостров, он субъект федерации. Ну, просто Крым, это название полуострова, это название субъекта федерации, да, совершенно верно. Ну, конечно, тут есть море, там, Балтика, да, пиво Балтика ведь есть, все регистриировано, товарная марка, есть куча разных Балтик других, то есть. Нет, я не уверен. То есть это пусть юристы работают, разбираются. Мы сейчас с вами разговариваем про морально-этическую... Про моральную-этическую сторону вопросов. Вот, ты знаешь, я прочитала вчера в интернете очень много комментариев, большинство из них, на самом деле, достаточно едкие. Вот пишут, такой Крым нам не нужен, давайте отдадим его Украине. Ну, а кто владельцы, да? Я не знаю, просто кто владельцы. То есть, ну, на самом деле... Вот мы сейчас с тобой смеемся... Вот, понимаете, вот я сейчас, погодите, Илью, то есть, при запуске... Это бизнес-проект, то есть мы не будем сейчас обсуждать там, городостроительство, о том, что он построен там, ну, в районе сквера, то есть, то, что он там не вписывается в ландшафт, в историческую там, инфраструктуру, мы это сейчас обсуждать не будем. Мы с вами обсуждаем ход профессиональных специалистов, которые перед открытием должны создать некие... Ну, вы что знаете? Информационное поле. Да, повод, поле о том, чтобы как можно больше желающих, потенциальных посетителей этого центра узнали о нём, заговорили о нём, ну, и по самому оптимальному варианте, чтобы туда пришли, понимаете? Пришли, посмотрели, увидели. Вот, на мой взгляд, эта задача была достигнута. С точки зрения дальнейших вопросов, с точки зрения морально-этических моментов, с точки зрения, возможно, арендаторов, которые, внутренне могли быть, не согласны с этим, да? Но тут уже вопросы связаны с тем, если пойдут люди, будет там большой поток потребителей, да, будет хорошая бойкая торговля, все арендаторы будут согласны. Как ни назови. Хоть Титаник назови. Поэтому, ну, на мой взгляд, это достаточно профессиональная работа. То есть я вот, как человек, я не знаю, может быть, нет у меня ещё этой галочки визитки маркетолог, да? Но я считаю, что он достаточно такой нормальный ход. Михаил Шевелёв сейчас оценил работу пиарщиков нового торгового центра в районе филармонии. На этом я предлагаю прерваться, потому что нам надо уйти на рекламу. Я напомню, что это особое мнение. Мы очень скоро вернёмся. Мы возвращаемся в эфир. Я напомню, это особое мнение Михаила Шевелёва, секретаря Кировского регионального отделения политической партии «Гражданская платформа», экономиста, аудитора нашего постоянного эксперта. Миш, я хотела бы немного вернуться к истории с торговыми центрами, но посмотреть на неё немножко с другой стороны. Дело в том, что мы все читаем новости и, в частности, такие сводки с полей о том, что 40% площадей в действующих торговых центрах сейчас пустуют. Также мы читаем, что закрываются предприятия. Недавно была приостановлена работа мясоперерабатывающего комбината Киби. проблемы у другого мясоперерабатывающего предприятия. Но, несмотря на это, торговые центры новые строятся, открываются, при том, что действующие пустуют. Где логика? Ну, на мой взгляд, не нужно здесь искать логику, потому что это окончание строя. То есть, по большому счёту, это заканчивают, ну, или там продолжают строительство тех центров, которые были заложены 2-3 года назад. Нет, ну подожди, вот недавно объявили о строительстве нового большого торгового центра на Щёрса рядом с временем простора. То есть, там торговый центр в формате огромного мола. Вот я, честно говоря, допускаю, что вот просто по инфраструктуре, да, то, чего нам не хватает в городе. То есть, вот, вариант просторов, да, вот таких магазинов нам не хватает. То есть, когда большой... А джем-мол, огромный торговый центр, который пустует наполовину. Да, но там есть только карусель, так, это тот магазин, в котором можно ходить каждый день. То есть, остальные магазины, они либо развлекательные, да, то есть на... Ну, понятно, одежда, обувь, что у нас ещё в торговом центре. Не нужно забывать, всё-таки, джем-мол, он не специально построен, как, ну, скажем так, большой, крупный, там, современный центр. Он был переоборудован, то есть, так, незавершённая стройка промышленного предприятия была переоборудована в то, чтобы сделать торговый центр. Конечно, там, в принципе, и парковками, даже там парковками бывает не очень здорово. То есть, там не всегда есть, как бы, возможно спокойно легко припарковаться, особенно, если бы вечером приехал в кино. Нет, ну, подожди, если парковка, это вообще второй вопрос, и там на нижней парковке всегда можно припарковаться, другое дело, что далеко идти. Я, честно говоря, вот, наверное, сравниваю всё-таки с европейскими большими торговыми центром, да, то есть, в которых, ну, можно день прожить достаточно хорошо, и при этом там нет такого, ну, что ли, навязчивого потребления, ну, которое вот присутствует в наших торговых центрах. То есть, в наших торговых центрах всё заточено на то, чтобы человек приходил, как бы, покупал там, ну, как можно там больше. Нет, ну, подожди, ну, на что рассчитывают инвесторы, которые в данное время строят торговые центры? Я считаю, что основные деньги, которые сюда идут, это большие, крупные, федеральные деньги, которые, решения по которым принимаются очень долго. Понятно, да? То есть, от момента получения, например, земельного участка и, там, планирования земельного участка под застройку до момента привлечения конкретных денежных средств под это строительство, да, от инвесторов, проходит достаточно большое время. Учитывая то, что это деньги федеральные, то, что они очень вертикально управляемые, то, как правило, решения принимают кошмарно долго. Соответственно, и стратегия там меняется очень небыстро, негибко. То есть, до сих пор, возможно, что там принимаются решения об инвестиции в крупные торговые центры без учета сегодняшних реалий. Тем более, что принимают решения, как правило, ну, не самые высшие, там, владельцы, там, должностные лица, да, а, как правило, это, ну, там, менеджеры, клиенты, клерки, скажем так, да, которым доверено, там, собрать документы, там, проанализировать, там, принять решения, там, и так далее. А у них очень узкий, как бы, скажем так, очень узкий выбор, куда инвестировать. На сегодняшний день, ну, даже с учетом вот этих вот контрсанкций, да, ответного эмбарго, ведь не так много, там, не полились деньги рекой в сельское хозяйство. Не полились. То есть, в эту же пищевую переработку не полились. То есть, и даже в защиту от фальсификата не полились. То есть, понимаете, то есть у нас сейчас такая немножко абсурдная ситуация, когда даже качественные пищевые переработчики, работающие на натуральном сырье, вынуждены бороться, ну, с, там, с продукцией, которую потребитель, ну, покупая, там, по инерции. А как не бороться-то? Сегодня масло, там, дешевое, ну, при том размере, который, там, существует, да, ну, тяжело, понимаете, качественному, квалифицированному производителю, даже российскому, очень тяжело конкурировать с продукцией, с некачественной, например. И поэтому это вот все вот нюансы, моменты, они взаимосвязаны. И так как деньги у нас сконцентрированы, то они идут долго. И вот именно поэтому у нас до сих пор, вот, ну, есть возможность, там, есть деньги, которые нужно, куда-то, вложить. При отсутствии других мест, ну, давайте построим. Ну, когда-нибудь здесь будет рост экономики. Вот когда рост экономики и будет расти, автоматически недвижимость будет расти. Мы таким образом хотя бы их сохраним, недвижимость и в земле, там, и так далее. Понимаете? То есть вот она, на мой взгляд, логика очень простая. Миш, я вот вчера, когда готовилась к эфиру, читала колонку экономиста Игоря Николаева. Это директор Института стратегического анализа ФБК. Он как раз рассуждает о природе нашего кризиса и о том, как долго он продлится. Вот, он называет цифру 4-5 лет. Наше российское правительство в прошлом году говорило, что экономические затруднения продлятся 2 года. Вот как ты считаешь? Я соглашусь с тем, что на сегодняшний день кризис, он не связан с санкцией. То есть мы жили очень долго, очень хорошо. Ну, я не скажу неправильно, говорю. Не то, что мы очень хорошо жили. Мы жили так, что в стране, там, на уровне бюджета был профицит. На уровне, как бы, обеспечения, там, социальных каких-то выплат, гарантий, там, ну, было всё в порядке, да. То есть мы жили, когда излишек денег, он так или иначе в экономике оставался, там, через всемирные настройки, типа, там, Сочинской, через какие-то другие, там, программы, помните, там, национальные проекты были. Они, так или иначе, деньги вливались в экономику, там, строилось, создавались предприятия. Вот. И на сегодняшний день, вот эта вот ресурсная модель, когда мы где-то, там, заработали в одном месте денег, и их влили в экономику, каким-то образом, там, да, то есть нашли модель, там, через стройку, через поддержки ипотеки, там, и так далее. Она на сегодняшний день исчерпана. То есть она исчерпана была ещё в конце, ну, наверное, в начале прошлого кризиса, в 2009 году. То есть именно тогда был звоночек и момент, что, ребята, а не сделать ли нам, ну, собственно говоря, некий рывок, то есть повернуться лицом, например, предпринимателю, занимающемуся производством. То есть, да, в принципе, для этого сделано на сегодняшний день, ну, вот рынок-то немножко, как бы, не то, что почищен, да, но многое сделано для того, чтобы на внутреннем рынке можно было производить. Но, на мой взгляд, психологический момент очень здорово упущен за всё вот это время, за все последние, там, ну, вот эти двухтысячные годы. Потому что человек, он не верит словам. То есть, он даже, когда, он, как правило, верит собственному жизненному опыту. А собственный жизненный опыт говорит о том, что, что бы ты ни делал, как бы ты ни старался, на производстве ты заработаешь всегда меньше, чем ты будешь, например, спекулировать. То есть, либо ты деньги отдашь под проценты, либо ты просто-напросто купишь какую-то недвижимость и будешь её отдавать. Либо ты, собственно говоря, там, будешь вкладываться в новостройки и будешь продавать готовые квартиры. То есть, вот эти вот варианты спекуляции, там, торговать машинами, просто торговать, там, они автоматически, скажем так, ну, зачем биться головой в стену, если можно заниматься другим делом. Правильно, да? И в этом плане производство, оно всё больше и больше становилось уделом тех, кто, вот, ну, заражён этим производством, кто заражён созданием нового из ничего. Вот. А таких людей всё меньше и меньше. Я не поддержки, я не говорю про финансовую поддержку. Поддержка может быть очень разная, понимаете? Даже просто образ героя, как бы такого, там, ну, не героя, а такого человека нашего времени, там, он и тот, ну, скажем так, не формировался никогда. То есть, три моих знакомых, люди, которые по-честному работают, они всегда как-то, ну, чё ты, зачем? То есть, можно и по-другому. А сейчас вот тоже тема идёт по налоговым органам, да? Подожди, подожди, а про продолжительность кризиса? Про продолжительность кризиса я не хочу догадывать. Я точно считаю, что он продлится не два года. То есть, он продлится несколько лет. И, может быть, даже пять, это оптимистический сценарий. Он связан с нашим потреблением. Я поясню. Вот этот срок в очень большой мере зависит от правительства. От тех шагов, которые они решат сделать. Будут они, допустят они инфляцию или не допустят? Включат они печатный ценок или не включат? Каким образом они будут вливать деньги в нашу экономику? Без денег экономика, она задыхается. Мы начинаем экономить, она автоматически сужается. Мы всё сокращаем, сокращаем, сокращаем. На мой взгляд, вот эта вот фраза «В бюджете денег нет» она играет очень злую шутку. Потому что она как мантра повторяется сверху вниз. Но она на самом деле воздействует, во-первых, на умы. А, конечно, конечно. Когда ты живёшь в состоянии постоянного стресса. А у меня-то они тогда откуда будут? Если у них денег нет, то я-то вообще должен... И ремешок нужно затянуть. Это никак не способствует росту экономики вообще. И вот это вот в совокупности там... Ну, я ещё один пример. Мы проговорили про вот этот вот психологический аспект, про отношения к предпринимательству в целом у нас в стране. И есть ещё элемент, например, налоговых органов. Я их очень хорошо понимаю. То есть сегодня есть задача. Она поставлена на государственном уровне. Наполнить бюджет. Наполнить бюджет. Бюджет и денег нет, нужно наполнить. Как это делается? Это делается путём планирования. Обложить всех налогов. Нет, ну вот у вас план. Вот вы руководитель налоговой инспекции. У вас есть план. Да, вот сколько вы в прошлом году собрали, вот сколько вы в этом соберете. Это же всё очень такая нормальная советская плановая экономика. Вот. Но его ведь нужно выполнять. Есть ли люди там, кто платит, кто не платит. У нас комиссий куча. Ещё люди на них ходят. Почему-то я, чётко говоря, допускаю, что молодежь вообще туда не ходит. То есть зачем им туда ходить-то? Ну, если какие-то есть претензии ко мне в суд. Так, подожди. Две минуты у нас осталось. Давай закончим. Просто подход. Раньше, ну не то, что было можно. Ну, мы на это внимание не обращали. Ну, как-то так. Не до этого было. А сейчас стало точно конкретно нельзя. И поэтому сейчас мы вас не то, что там аштрафуем, а вот мы вам всё по полной насчитаем. И вы нам заплатите. Законно. Вопросов нет. Но если бы сейчас эта система, ведь не может один с другим конкурировать, предприниматель, если тот ведёт себя нечестно, там, с какими-то схемами, а этот на этом же рынке существует. У него-то за счёт чего он будет цену-то снижать? Он тоже вынужден нечестно. И тогда, конечно, сейчас такое благоприятное время, когда мы уже к каждому идти и собирать. Но, на мой взгляд, это вообще, ну, это такой момент, который психологически ударит больнее всего. Люди готовы закрыть, продать, уйти. И уехать жить. Нет, мы все готовы уехать, но многие готовы купить огород и прожить на солёных игурочках. Миш, нам, к сожалению, на этом нужно закончить. Это было особое мнение Михаила Шевелёва, секретаря Кировского отделения политической партии «Гражданская платформа», экономиста, аудитора, нашего эксперта. Михаил, спасибо за это. Спасибо. Эфир для вас вела Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания.